О милостивом боге, что думаете вы, дорогой господин Беневоль-Мансюэ? О милостивом боге? Вопрос еще не отзвучал, а мы оказались свидетелями самого неожиданного из врезавшихся в память зрелищ. Блеском ненависти загорелись вдруг кроткие глаза господина Беневоля-Мансюэ, учившиеся прежде доброжелательностью. Ужасная гримаса исказила всегда готовый приветствовать улыбнуться губы нашего друга, и сразу же нервная дрожь пробежала по его холеным, как у добродетельного священника, рукам. Милостивый бог, побагровел он. Милостивый бог. О да, хорош он ваш, милостивый боженька. Милостивый господь, это ведь... Тут последовало слово, которое мы, не желая никоим образом даже косвенно оскорбить религиозные убеждения определенной части наших читателей, поспешили убрать. Напуганный собственной дерзостью, господин Беневоль-Мансюэ быстро овладел собой и, стыдясь своей горячности, стал извиняться. Но прошу меня простить, я был в отчаянии. И вся его физиономия выражала страдания от того, что он мог доставить пусть даже мелкую неприятность кому-то из присутствующих. Ни в чем не надо каяться, дорогой мой Беневоль, вам не в чем упрекнуть себя. Среди нас не найдется ни одного, кто не исповедовал бы в качестве религии самый последовательный изыди-мистицизм. И более того, подчеркнул Жюль, наш изыди-мистицизм отмечен чертами самой ожесточенной нетерпимости. Если бы не то что католик, христианин или человек, исповедующий какую ни на есть религиозную догму, но если бы хоть тень спиритуализма осмелилась проникнуть сюда, знайте, ее встретил бы залп из духового ружья. Итак, успокоенный нашей слабой приверженностью культу, господин Беневоль продолжал. Милостивый Господь, друзья мои, это единственный из ныне живущих существ, к которому я испытываю своего рода отвращение. Что же наделал всемилостивый Господь и чем он это заслужил? Что наделал? Что наделал? Да хватит и того, что он сотворил вселенную природу. Природу? Что вы такой говорите, Беневоль? Это же ведь прекрасно, природа. Это прекрасно, но наводит тоску. Странный пессимизм. Зато насколько обоснованный. Назовите мне что-нибудь столь же безнадежно прискорбное, столь же хищное, как эта дивная миниатюрная организация, которая зовется природой, самой или автопожирающей природой. Природа пожирает автомобили? Начнем с того, что так и есть. Она пожирает их, как пожирает и все остальное. Но я хочу выразить словом самопожирающее, прежде всего то, что жизнь существ развивается и поддерживается только за счет субстанций других существ. Каким это образом? Что ж, нетрудно объяснить, каким образом. Да потому что одна субстанция, за редким исключением, идет в пищу другим субстанциям. Причем в тот момент, когда она еще жива, трепещет, еще способна чувствовать. Воистину так. Слушайте, что я вам скажу. Есть одна вещь, которую я никогда не прощу милосердному богу. Невозможность съесть паршивое яйцо всмятку, не испытывая при этом мучительных угрызений совести. О, вот это да. Как так может быть? Чтобы получить яйца всмятку, нужно вскипятить воду. Так вот, ставя воду на огонь, думаете ли вы о страданиях миллионов несчастных микробов, внезапно подогретых до 100 градусов Цельсия, до теплоформы, к которой они совершенно не были подготовлены никакой предварительной закалкой? С тех пор, как человечество стало кипятить воду, у них должна была выработаться привычка. Ах, друзья мои, перестаньте улыбаться. Что бы вы сказали, увидев несколько миллионов лошадей, погруженных в гигантский котел, наполненный водой, который уже в продолжении нескольких минут кипит? Да, что бы вы сказали? Конечно, крик ужаса исторгся бы из нашей груди. Так и должно было случиться. Ну хорошо, а откуда вам известно, что простая бацилла не наделена такой же чувствительностью, как лошадь или даже человек. И правда? О да, почему же Создатель придумал этот достойный сожаления миропорядок, где страдания потоком обрушиваются на нас, а минуты радости столь редки и столь быстротечны? Следовательно, друзья мои, вы должны простить меня за то, что я позволил себе недавно, может быть, излишне резкое высказывание в адрес милосердного Господа. Мы разделяем ваши негодования, господин Бениволь Мансюэ. Впрочем, было бы дурным тоном слишком сурово ставить это богу в вину. Надо признать, что у него есть смягчающие обстоятельства. Подумайте сами, господа, он же потратил всего шесть дней на то, чтобы создать вселенную. И черт побери, шесть дней на то, чтобы довести до конца столь ответственное дело. Это ведь ничтожный отрезок времени. По правде говоря, не кажется ли вам, что очень трудно сотворить за такой короткий промежуток даже нечто столь несуразное, как вселенная? Возникшая несколько дней назад идея, которую мы здесь излагаем, отыскать в раю божьего избранника, которого бы его земное существование со всей очевидностью предуготовило к тому, чтобы стать покровителем автомобилистов, встретила благожелательный отклик в спортивном мире. Несколько газет, перепечатали содержание моего предложения, высказываясь за то, чтобы реализовать его как можно скорее, поскольку, добавляли они, весьма часто случается так, что шофер прямо-таки не знает, какому святому молиться. И пешеход тоже. Кстати, если у пешеходов собственный святой. С гораздо меньшим энтузиазмом, вынужден это признать, был встречен выбор, который я посчитал возможным сделать, предложив для столь ответственной миссии некоего святого авто. Личность совершенно безвестна, особенно если принять во внимание, что это всего лишь жалкий плод моего воображения. Позволительно ли, сурово наставлял меня в этом вопросе один достопочтенный церковнослужитель из епархии города Тура, позволительно ли иметь столь длинный язык и столь короткий ум, как у вас, чтобы в таком святейшем деле свести все к жалкому каламбуру? Тем не менее, распространенная иерархия святых богата каламбурами подобного рода. Крестьяне в нашей местности совершают паломничество к святому утропу, чтобы лечиться от угрофизии. Читай «Святой троп и гидрофизия», водянка, да и прочие. И достопочтенный служитель культа из Турской епархии прибавляет. «Если господа автомобилисты желают иметь своего заступника перед Всевышним, то я счел бы уместным рекомендовать им пророка Илью, которого все его деяния в земной жизни делают достойным этого выбора. Обратитесь к документам, милостивый государь, и вы не замедлите убедиться в справедливости моего суждения». Он был прав, этот турский священник. И кропотливый труд, о котором я имею честь вам здесь поведать, со всей определенностью это подтверждает. Пророк Илья, родившийся в Тиобе, местечке, расположенном, как есть основание думать, в стране галаат, пришел в этот мир при весьма необычных обстоятельствах. В момент появления младенца на свет Собак, его отец увидел, как подошли два человека в белых одеждах. Они поклонились новорожденному, зажгли вокруг него пламя и даже дали ему глотнуть огня. Сразу видно, что это подходящее начало для будущего шофера. Оно-то и определило призвание нашего приятеля. Действительно, во всех достойных внимания перипетиях его существования, важное место отведено огню. В знаменитом соревновании между Ваалом и Иеговой, задуманном нечестивым Ахавом, именно огонь сыграл главную роль. Ибо когда 150 жрецов-идолопоклонников не сумели, несмотря на сверхчеловеческие усилия, изжарить свою жертву, Илья построил алтарь из 12 камней по числу колен Израилевых, положил на него дрова, сверху возложил тельца и, полив все это в три приема двенадцатью кувшинами воды, стал просить Иегову приступить к зажиганию. Не прошло и нескольких минут, как, вопреки всем ожиданиям, пламя охватило невзрачное сооружение Ильи, а 150 служителям шарлатана Ваала пришлось изведать смертную муку коллективного избиения. Современный прогресс науки, преодоление суеверий позволяют нам воссоздать во всей подлинности этот любопытный эпизод. Двенадцать кувшинов воды были двенадцатью кувшинами бензина, и я никогда не отступлюсь от мысли, что именно Илья был действительным изобретателем электричества, или, точнее сказать, илеактричества. Нефть в изобилии встречается в тех местах, Ильи достаточно было только произвести ее перегонку. Итак, чудо получает естественное объяснение. Но чтобы увидеть пророка в интересующем на свете, нужно дождаться конца. Здесь я точно, или почти точно цитирую книгу царств. Он был в Галгале вместе с Елисеем, своим учеником, когда Господь дал знать ему, что миссия его закончена. Он пожелал удалить от себя Елисея, но поскольку Елисей отказывался его покинуть, Илья поднялся в колесницу огненную и, бросив Елисею свою милость, исчез в вихре пыли. Разве любому человеку, чьи глаза не застилает религиозный фанатизм, не показалась эта колесница первой вошедшей в историю машины, работающей на нефти или паре? Теперь-то уж шоферы будут знать, какому святому молиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok